Девятиэтажный дом в Караганде заполонили крысы. Грызыны не только спокойно передвигаются по подъездам, но и проникают в квартиры. Мнения жильцов разделились. Одни считают, что причина распространения грызунов мусоропровод. Другие уверены, что нужно просто вовремя проводить диротизацию. Марина Золотарева выехала на место и расскажет подробности. Она как кошка, говорит, шмык, в унитаз и убежала. Практически у каждого жителя девятиэтажки состоялось свое неповторимое рандеву с серой крысой. Люди встречают грызунов во дворе, подъездах, лифтах и даже квартирах. Жители опасаются, что вездесущие зверьки вот-вот образуют у них колонию. У меня в ванной была крыса. Это еще нормально. У нас в первом подъезде в детской кроватке померто шли. Это нужно полностью проводить санитаризацию, дезинфекцию всех подъездов, подвала. Плюс у нас находится продуктовый магазин снизу. Первые крысы были замечены еще в августе. Однако, по словам жильцов, сотрудники КСК травить грызунов не спешили. Дератизация началась, когда жалоба дошла до районного акимата. Специалисты называют крысу кошмаром с длинным хвостом. В отапливаемых помещениях эти животные могут размножаться круглый год. В одном выводке в среднем насчитывается 8-10 детенышей. И при неполной дератизации интенсивность размножения возрастает. Так грызуны пытаются компенсировать потерю популяции. При этом известно, что крыса-переносчик не менее 20 опасных для человека инфекций. Руководитель управления жилым комплексом уверяет, что дератизация меровременная. Проблему нужно решать кардинально. Нужно закрывать мусоропровод. Вся проблема в этом. У нас есть идентичные ситуации на другом доме. И два года мы травили. И крысы то уходили, время от времени они приходили. Мы закрыли мусоропровод, все. Проблемы нет. Есть люди, в основном пожилые, в верхних этажах, которые против закрытия мусоропровода. Представители КСК готовы заварить мусоропроводы хоть сегодня. Однако для этого согласие должны дать две трети жильцов дома. Всего в девятиэтажке проживают 200 семей. Марина Золотарева, Сайла Уигликов, Аслан Демисбаев, Караганда, Хабар, 24.